Привет, друзья! Я Олеся Медведева. Этот блог будет посвящен скандалам, интригам и расследованиям. А, впрочем, когда было иначе? Журналисты проекта «Схемы» — это «Радио Свобода» — выпустили расследование, в котором говорится, что фирма близкая губернатору Днепропетровской области Валентину Резниченко участвует в большом строительстве на территории области. И, казалось бы, да, а что тут такого необычного для Украины? Кум, брат, Сват обычно всегда участвует в каком-то тендере и обязательно его выигрывает. Но на самом-то деле несложно догадаться, что это не совсем законно, мягко говоря. В материале этом речь идет о фирме «Строинвест Инжиниринг», освоившей на этом проекте полтора миллиарда гривен. И она напрямую, как пишут журналисты, связана с руководителем Днепропетровской областной военно-гражданской администрации. Половина этой кампании записана на профессиональную спортсменку, тренера по пауэрлифтингу, которая ведет свою деятельность, занимается, тренирует людей в Днепре. Зовут девушку Яна Хланта. Фамилия, если честно, звучит как очередной штамм ковида-19. Без обид. Яна, у меня фамилия Медведева, сами понимаете, да, что меня сопровождает по жизни. Как выяснили схемы, Яна не чужой человек Резниченко. Они вместе многократно путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на губернаторском автомобиле и получала зарплату в его фирме. Вторая половина кампании через приближенное лицо связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях. К Александру Дубинскому они не относятся, он не их брат, они не его, соответственно. И вот как-то так получилось, наверное, само по себе после российского вторжения. Эта фирма, связанная с Резниченко, стала лидером по масштабам освоения бюджетных средств на дороге среди вообще всех подрядчиков Украины. При этом, по данным схем, стоимость товаров от производителя и до того момента, как работа будет завершена, увеличивается по стоимости аж в пять раз. Не по всем позициям, но, тем не менее, навар неплохой. При этом, материалы про дорожную схему Резниченко сегодня синхронно прям взяли, да, и опубликовали несколько изданий. По нашим данным, первоисточником опубликованной информации стало расследование НАБУ. Ну, то есть, журналисты, по сути, особо и не расследовали материалы, скорее всего, им дали НАБУшники. Но ведь не зря же это расследование вышло сразу на нескольких сайтах. Также напомню, что господином Резниченко НАБУ уже занимается, но по другим вопросам. По вопросам гуманитарки. Мы это тоже обсуждали в наших блогах. С большой долей вероятности, после такой медийной арт-подготовки, а эту тему в Украине сейчас обсуждают, по сути, почти все, Резниченко будет выдвинуто подозрение. Но он, судя по всему, не главная цель. Там есть еще один очень интересный человек, который передавался президентом Украины из поколения в поколение. От Порошенко к Зеленскому. Это Юрий Голик, который много лет был соратником Резниченко и занимался осваиванием денег, то есть, простите, строительством дорог в Украине еще, как я уже сказала, при Порошенке, при премьерстве Гройсмана. И потом, собственно говоря, несмотря на огромное количество скандалов по разворовыванию средств, дальше продолжил заниматься дорогами и строительством. Только называлось это все уже по-другому. Великое будивныцтво. Але, красные продолжили. Но тут стоит отметить, что Голик на очень хорошем счету у офиса президента, в частности, у Кирилла Тимошенко. Они вечно там вдвоем фотографируются, издают буклеты, целые книги про те, яке ж воно великое насправде, то великое будивныцтво. И все это, друзья мои, не частные случаи, а продолжение системного наката Запада посредством антикоррупционных органов на команду президента. И не так давно прошли обыски. НАБУ тоже осуществляло их. Они были у топ-чиновников, которые тоже связаны с офисом президента. Также пару дней назад Кирилл Тимошенко записывал оправдательное видео после того, как про него. Бигус, по-моему, выпускал о том, что Кирилл Тимошенко, это, если кто не помнит, заместитель Ермака. Он так пытается светиться на всех возможных площадках, что, ну, как бы, его точно стоит запомнить. Он всем просто чуть ли не кричит, запомните меня, пожалуйста. Так вот, он записал видеообращение с извинениями после того, как вышло расследование, в котором рассказали, что Тимошенко ездит на автомобиле, который General Motors подарил Украине в гуманитарных целях. А гуманитарные цели – это не возить Кирилла Тимошенко туда-сюда, красивого такого всего, фотографировать его, что. И тут, как мы видим, друзья, все сходится. Агент НАБУ Евгений Шевченко, по сути, регулярно публикует информацию о том, что то у тех обыски по разворованию гуманитарки, то у этих, то у заместительницы Кирилла Тимошенко, то у губернатора Запорожской области проблемы тоже с тем же самым. Логовом же всей этой коррупции Шевченко из НАБУ называет как раз-таки офис президента, конкретно указывая на Ермака и Тимошенко. Так что, несмотря на то, что периодически происходит затишье по этой теме, появляются какие-то новые данные, прозападные журналисты в Украине делают какие-то новые расследования. Но интересно, конечно, к чему это все приведет, о том, почему так происходит, почему прямо во время войны Запад копает под офисы президента, мы уже с вами, в принципе, рассуждали. Один из вариантов, они таким образом перестраховываются, чтобы Зеленский и его команда не получили абсолютную власть в Украине и сохранилась какая-то демократия. Сейчас это, конечно, звучит особо интересно, но тем не менее, чтобы Зеленский не забрал всю власть себе, мы с вами обсуждали также, что Запад намекает, что надо как-то проводить парламентские выборы в Украине и не проводить их, это очень сильно недемократично. Еще одна версия, хотят зачистить из руководства вот этих товарищей, которых назвали коррупционерами и Запад, возможно, хочет сделать ставку на каких-то других людей, обсуждался там заложный в первую очередь. Ну и вариант третий, Запад просто беспокоится заранее о тех деньгах, которые могут прийти в Украину на восстановление, к примеру, инфраструктуры, они не успеют зайти, как их тут, собственно говоря, не растащат быстренько, их оприходуют и все. А вы как думаете, дорогие мои друзья, какая из версий вам ближе или может быть у вас есть своя собственная, тогда напишите ее в комментариях под этим видео. А на этом у меня пока все, с вами была как всегда я, Олеся Медведева, не забывайте подписываться на наши каналы в ютубе, это страна Юэй, ясно, понятно, в телеграме наш канал политика страны. До скорых встреч, совсем скоро снова с вами увидимся, как видите, скучать не приходится, а иногда очень даже хотелось бы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok